Как снизить уровень глюкозы и холестерина в крови при повышенном артериальном давлении? Как приготовить кофе в турке при гипертонии правильно? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. В том числе около 10 видео, как приготовить кофе правильно. В зависимости от вашего пола, от вашего возраста, от погодных, климатических, экологических условий, от вашего образа жизни, от вашего индивидуального уровня здоровья для достижения тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. Это очень непростая тема. Но если вы знаете нюансы, ваше здоровье в безопасности. Именно поэтому сегодня я решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, как снизить уровень сахара и холестерина в крови в гипертонику. Заваривая кофе правильно. И что мне нужно для приготовления кофе? Безусловно, нужно правильно выбрать турку, кофе, воду подготовить правильно. Ну и правильно использовать два секретных ингредиента, которые появятся в свое время в этом видео. Что зависит от вас. Вы выбираете ложку, чашку, в которой будет готовиться кофе. Ну а дальше следуйте моим рекомендациям. Итак, первый совет диетологов. Как выбрать турку правильно. Если вы посмотрите на моем канале видео, где я рассказываю, как снизить сахар и холестерин в крови быстро, то я показываю, как заварить кофе в такой турочке. Но! Если у вас повышен уровень артериального давления, такая турка вам уже не подходит. Все меняется. Да, нужно снижать сахар и холестерин. Но если артериальное давление повышено, эта турка вам не подойдет. Остается турка объемом примерно 300 мл. Далее следует выбор кофе. Чтобы приготовить кофе для снижения сахара и холестерина в крови гипертонику, я бы советовал выбрать арабику. Арабика содержит значительно меньше кофеина. И в меньшей степени будет подстегивать ваше сердце для выполнения тех задач, которые вы перед собой поставите. Кофе должен быть измельчен перед приготовлением. И количество порошка примерно 1 ложечка. Кофе средней обжарки. Кофе закрыть. Чем меньше контактирует в открытой посуде с окружающей средой, тем ароматнее будет следующая порция кофе. Далее кофе в турочке нужно поместить на огонь. Не используя воду. Секунд 20-30 нужно для того, чтобы зерна кофе прогрелись, оживились активные вещества и больше полезных веществ было в этом волшебном напитке. Следом должна пойти вода. Вода должна быть правильно подготовлена. Если вы откроете мое видео «Как снизить сахар и холестерин в крови быстро», то там вода должна была быть с солями жесткости. В данном случае все проще. Просто хорошо очищенная вода подходит для этого напитка. И чем меньше посторонних веществ будет в воде, тем лучше. Должно быть шипение и пар появились. Слава богу, до дыма я не дотянул. Хотя несколько дольше оживлялся кофе. Ну а теперь расскажу, почему нужно все-таки снижать уровень сахара и холестерина в крови оптимально быстро. Особенно при наличии гипертонии. Что такое повышенный уровень сахара в крови? На какие цифры нужно ориентироваться? Большинство считает, что повышен уровень сахара, если в крови у вас определяется сахар выше чем 6 миллимоль на литр. Либо 120 миллиграмм процентов. Я бы сказал, это уже достаточно запущенная ситуация. Оптимальная регуляция, при которой организм активно используя углеводы, использует обмен веществ молодого человека. Это когда уровень сахара в крови натощак 4,4,1, 4,2 миллимоль на литр. Или 80 миллиграмм процентов в других единицах. Если сахар в крови повышается выше. Я бы сказал, диапазон выше чем 4,5 миллимоль на литр. Или 90 миллиграмм процентов уже показывает, что в организме не все благополучно. Иными словами, от разных причин у вас могла появиться инсулинорезистентность печени. Что это такое? Когда вы употребляете любую пищу, содержащую углеводы. Не важно, это фрукты, овощи, крупы, злаковые, либо вы съели кусок мяса, либо птицы, где тоже 1% гликогена в мышце присутствует. Все сложные углеводы расщепляются на простые и всасываются в кровь. Здесь стоит фильтр печени, которая должна успевать перерабатывать все углеводы простые из кровеносной системы в гликоген. Если ваша печень работает хорошо, у вас уровень сахара в крови выше чем 4,5 не повышается. Если сахар пошел выше, это значит, что инсулинорезистентность есть. Иными словами, у вас возможно есть явление гепатита, страта гепатита, жирового гепатоза, или по-другому называют ожирение печени. Любой вариант может быть, при котором печень работает плохо. Отпускать эту ситуацию или нет? Ну и говорят, а вот, посмотри, сосед, у него сахар 15-20, а вот себя хорошо чувствует. Да. Если вспомнить физиологию, то окажется, что каждая молекула глюкозы, находясь в кровеносной системе, она удерживает около себя воду. И чем выше уровень сахара, тем больше вот такой связанной воды находится в вашей кровеносной системе. На что это влияет? Это влияет на работоспособность вашего сердца. Потому как у вас увеличен объем циркулирующей крови, которую вы не используете. Когда глюкоза из кишечника, пройдя через печень, попадает в клетки и используется в обмене веществ, уровень сахара у вас низкий. Если вы долго не ели, из вашей печени гликоген будет расщепляться, и попадая в кровь, идти на обмен веществ к вашим клеткам. Все прекрасно. А вот если ваша печень работает плохо, и в крови повысился уровень сахара, у вас появилась лишняя вода, которую глюкоза удерживает в кровеносной системе. Гипертоники это знают. Особенно те, у кого повышен уровень сахара. Когда сахар растет еще выше, начинает болеть губы, начинает слизистые подсыхать. По той простой причине, что не может организм из кровеносной системы взять воду и отправить ее на увлажнение слизистых. На разжижение мокроты в легких. Потому как глюкоза активно удерживает ее в кровеносной системе. Сердце изнашивается. Сосуды тестируются на прочность. И все риски повышаются. Особенно если вы с этой ситуацией, с повышенным уровнем сахара крови, добавили себе стрессов. И неважно стресс эмоциональный, либо стресс физический, либо стресс химический, термический, электромагнитный. Любой вариант дополнительно увеличивает вязкость крови и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. А если у вас по определению уже есть гипертония, то сердечно-сосудистая система у вас находится не в самом лучшем состоянии. Ей нужна конкретная помощь. И самая быстрая помощь это все же правильно контролировать сахар в крови. Примерно то же самое относится и к холестерину. Холестерин также влияет на вязкость крови, увеличивая ее. Соответственно увеличивается нагрузка на всю сердечно-сосудистую систему. И вы проверяете ее на прочность. На этом этапе в напиток может попасть небольшое количество сахара. Для того чтобы увеличить растворимость биологически активных веществ. И сделать напиток еще более лечебным. Вы видели буквально на кончике ложечки я добавил. Перемешиваю. И теперь агликоны биологически активных веществ. Особенно биофлавоноиды. Становятся гликозидами. То есть растворимы в воде. И останутся в напитке. Они окажутся в осадке. Но если вы любите употреблять осадок в пищу. Тогда я вас понимаю. Вы употребляете все вместе. Но даже в этом случае агликоны нерастворимы. И транзитом пройдут по вашему пищеварительному тракту. И вы от них пользу не получите. Почему важно контролировать все же сахар и холестерин в крови на более низких цифрах? Есть еще один интересный показатель. Это гликозидированный гемоглобин. Иными словами. Когда у вас повышен уровень сахара в крови сегодня. Ну не сдержались вы за праздничным столом. У вас примерно на 3 месяца повышается гликозидированный гемоглобин. И осложняется работа всей сердечно-сосудистой системы. Один из индикаторов которой это повышение артериального давления. А могут быть и другие признаки. Поэтому сахар нужно контролировать. Гликозидированный гемоглобин фактически нарушает проходимость эритроцита по капилляру. Напомню физиологию. Капилляр имеет обычно диаметр 8 микрон. А эритроцит 12. Он не может пройти не изменив свою форму. Из двояковогнутого диска он превращается фактически в такой колбасовидную форму. И проскакивает через капилляр. Проскакивает если сахар в крови низкий. А если сахар в крови повышен. Эритроциту очень сложно проходить через капилляр. И он может там остаться. Даже несмотря на повышенное артериальное давление. Капилляр исчез. Капилляр его проходимость нарушилась. А значит страдают теперь клетки вокруг этого капилляра. И диабетическая ангиопатия это ангиопатия которая идет с периферии. А будет она развиваться в отдельных органах и тканях зависит от вашего уникального образа жизни. Если вы много ходите. Но не интенсивно. У вас будет преимущественно диабетическая ангиопатия сосудов нижней конечности. Если вы работник интеллектуального труда. У вас будет диабетическая ретинопатия. Либо диабетическая энцефалопатия. И у вас будет снижаться зрение и возможности мозга. Если вы стремитесь вести здоровый образ жизни. И пьете много воды. Наружаете свои почки водой. У вас может развиваться диабетическая нефропатия. По причине что на большом количестве воды сердечно-сосудистема работает интенсивно. И почки работают интенсивно. В любом случае развивается диабетическая кардиомиопатия. И это самая большая опасность. Сердце вынуждено обеспечивать любые виды активности. Вне зависимости от вашего образа жизни. И страдать будет в первую очередь. Вероятность инфарктов резко возрастает при наличии сахарного диабета. Особенно если цифры сахара в крови высокие. Кофе уже практически подходит его приготовление к завершению. Но приготовление в турке. А реальный кофе приготовится у нас все-таки в чашке. Конечно если я использовать буду секретные ингредиенты которые находятся в этих емкостях. То в этой емкости есть ингредиент который может попасть как в турку так и в чашку. Этот секретный ингредиент для приготовления кофе только в чашке. И здесь находится не протеиновый напиток. Да! Белки нужны если у вас повышен уровень сахара и холестерина в крови. Единственный оставшийся у вас в хорошем состоянии обмен веществ это белковый. И за счет правильного насыщения белками вашего организма можно попытаться быстрее восстановить уровень сахара и холестерина в крови. Но! Здесь не протеиновый напиток. А несколько иной ингредиент. Боюсь пропустить кофе. Ну ладно! Пока достану этот ингредиент. Кофе практически, видите, уже готов. Я могу его выключить. Пусть он несколько минут насторится. А я пока расскажу про этот очень важный ингредиент. Он помогает вам сделать безопасным напиток. Я имею в виду кофе для снижения сахара и холестерина в крови. И не будет позволять кофе повышать артериальное давление. Он сделает кофеин нейтральным. Вернее, сделает кофеин безопасным. Потому, как кофеин в этом случае выпадает в осадок. И не может повышать артериальное давление. Более того! Этот ингредиент сделает безопасным ищавелевую кислоту. Если вы посмотрите видео, как быстро снизить сахар и холестерин в крови, то там я говорил о том, что вам нужна умеренно жесткая вода. Соли кальция и магния превращает ищавелевую кислоту в оксалаты кальция и магния в чашки. В этом случае она не может попасть в таком нерастворированном состоянии. Попасть в ваш организм и вывести кальций из организма, который вы с трудом накопили. Этот ингредиент позволяет готовить практически на любой хорошо очищенной воде кофе. Потому, как он сделает ищавелевую кислоту недееспособной. И этот ингредиент есть у каждого на кухне. Я в этом уверен. Часто, возможно, вы этим пользуетесь. Это пищевая сода. В щелочных условиях нейтрализуется и действие кофеина. В щелочных условиях нейтрализуется и действие щавелевой кислоты. И в этом случае напиток становится безопасным. Конечно, другие органические кислоты, которые присутствуют в кофе, они тоже будут нейтрализованы. Но все же небольшая лечебная активность за снижение сахара и холестерина в крови остается. Ведь если у вас повышенное артериальное давление, это говорит о более плачевном уровне здоровья вашего. Когда повышается сахар, это первый шаг в метаболический синдром. Следом обычно повышается холестерин. Потом артериальное давление. И обычно в конце, где-то или вместе с артериальным давлением начинает повышаться уровень и мочевой кислоты. То есть страдает уже и белковый обмен в том числе. Но! Сода позволяет сделать этот процесс безопасным. И конечно снижение сахара и холестерина в крови будет более медленным, чем у тех людей, у которых давление нормальное. Но! Гипертонику торопиться уже нельзя. А торопиться нужно медленно. И пищевая сода может попасть и в турку, и в чашку. И сделать этот кофе безопасным. Но я соду не очень люблю. Я предпочитаю использовать правильно другой ингредиент, который находится в этой емкости. И он может попасть в чашку для приготовления кофе. Как первым, так и после того, как туда поместим кофе. Тут уже, как говорится, ваш выбор. И это не клетчатка. Файбер нужен в этом случае. Файбер позволяет связать холестерин в кишечнике. И дает повышаться уровню холестерина в крови. Но тут нет клетчатка. Тут совершенно другой ингредиент, который также есть у большинства на кухне. Это молоко. Молоко способно связывать благодаря наличию кальция и щавелевую кислоту нейтрализовывать. Поэтому вода там может быть правильно полностью очищенная, практически чистая от любых примесей. А также молоко способно связывать и кофеин. И делать его действие на ваш организм не таким агрессивным. А соответственно, кофе с молоком, который вы таким образом приготовите, будет безопасен для вашего сердца, для ваших сосудов. И ваш врач-кардиолог не будет против такого приготовления кофе. Я, пожалуй, начну все-таки с молока. Молоко с жирностью 2,5%. Ну, примерно 1 треть емкости заполнено молоком. Ну, а дальше идет этот волшебный напиток. И кофе с молоком в чашке для снижения уровня сахара и холестерина в крови гипертонику готов. По вкусу, конечно, если у вас сахар не очень высок, то при попадании такого кофе в кровеносную систему у вас там кофе с сахаром уже состоится. И пользуясь своего здоровья вы получите. Как принимать кофе при гипертонии для снижения сахара и холестерина в крови? Нужно пить кофе по 100-200 мл один-два раза в день как перекус между основными приемами пищи. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С приличным подписчиком моих каналов словами. Крепкого он здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео? Не забудьте поставить на это видео лайк. А я подумаю, как лучше написать следующее видео, публиковать его на своем канале. Возможно, это будет видео, как снизить уровень сахара, холестерина, мочевой кислоты, гипертонику. То есть, когда у вас метаболический синдром в полном объеме. И вы, как его пессимисты называют, смертельный квартет. Конечно же, все четыре компонента очень важны. Если у вас нарушен полностью обмен веществ, нарушен обмен углеводов, жиров, белков и повышен уровень артериального давления, то, конечно, ваш организм находится не в самом лучшем состоянии. И помощь ему, наверное, нужна более целенаправленно. Если эти показатели сами по себе не снижаются. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко.